добрый день дорогие друзья давайте вместе с вами рассмотрим еще одного моего пациента пациента которого привезли буквально 15 минут тому назад как видим это вот такая батарейка во рта голубой динамик блю динамик дата непонятная непонятно как она здесь расшифровывается обычно сварты все понятно 4 цифра но буквенно цифровое должно быть обозначение но здесь я вижу одни цифры если только здесь но со слов владельца эту батарейку он купил год тому назад батарейка стояла на лекаре на лексусе и состояние будем так говорить батарейки даже внешне состояние стояние что-то мне кажется вполне возможно что раз два три четыре возможно что и двадцать второго года но как видим батарейка даже внешне показывать что за ней либо и не то что не смотрели мне кажется ее пеналью просто и вот с такими показателями сок 0 сок 0 26 ампер пусковой ток и напряжение 853 при всем при этом давайте посмотрим на уровень электролита как видим первая баночка слегка у нас уровень занижен и 6 минусовая баночка уровень занижен чуть больше споры не утихают по поводу того какие банки обсыхают быстрее по моим личным наблюдениям это может быть и плюсовая как плюсовая так и минусовая банка а чего это зависит не могу сказать возможно от производителя возможно от емкости хрен его знает так что в первую очередь у нас на что стоит обратить внимание так напряжение у нас 853 вольтика на этой батарейки поэтому явно возможно явное замыкание почему она возможная возможно замыкание возможно обрыв пластин дело в том что вот здесь вот мы видим клеммку которую забивали и забивали настолько яростно что аж трест есть побеление корпуса что говорит о том что 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 да не что что говорит о том что полюсной вывод был явно перенапряжен и явно его каким-то образом загнули загнули до такой степени что чуть-чуть не лопнул корпус смотрите как в каком состоянии полюсной вывод со владельцы клемма была маленькая и пришлось ее заколачивать непонятно мне конечно это непонятно так стратегия нашей работы будет какая будет следующая нам все таки я вначале хотел крайние баночки засверлить либо засверлить крайнюю и рядом стоящую банку отстающую чтобы сравнить по плотности но мы будем сверлить все банки для того чтобы выявить нам нет ли в этой батарее замыкания хотя бы выявить по плотности то есть также будем делать карту плотности и исходя из этой карты будем планировать дальнейшую нашу стратегию работы с этой батарейки батарейка в плачевном состоянии полгода она стояла на автомобиле автомобиль не двигался практически осенью поставили начале осени и до сегодняшнего дня она простояла на автомобиль и вот ее сняли привезли ко мне на что начнем сверлиться и будем делать составлять карту плотности для того чтобы определиться что же как с ней поступить и что с ней делать друзья давайте попробуем разобраться с датой выпуска варты вот видим первую буковку g это производство испания вторая буква 4 это у нас номер конвейера 3 буква c это сделано по заказу партнера букву цифра к 0 это год выпуска и 74 это зашифрован месяц выпуска друзья если я где-то не прав поправьте меня пожалуйста ну вот у меня такие предположения по дате и году выпуска батареи во рта друзья ну и какую плотность мы видим последней шестой банки а никакую плотность мы не видим последней шестой банки сделал карту плотности во всех баночках видим вот такой небольшой разброс который мы бы легко и просто устрадили нашими зарядными хотел сказать манипуляциями нет зарядными циклами но что и следовало ожидать вот этот долбое неправильное поведение оно привело к тому что вот эта баночка у нас вышла из строя то есть вот эти приемы каратэ нужно показывать это спортзале но ни в коем случае не на аккумуляторной батареи из-за того что по полюсному выводу не побоюсь этого слова очень яростно агрессивно и с усердием стучали произошел обрыв и банка вышла из строя в эти баночки я вставил уже где пистончики где-то их называют пистончиками а где-то их называют клипсами буду закрывать забивать и звонить владельцу этой батареи чтобы он ехал забирал ее отсюда в освоясь у меня свободного места как видим мало и мне не хочется чтобы она занимала моим свободное пространство вот таким образом друзья можно угандошить еще неплохую и веселую батарейку что друзья всем добра удачи мирного неба над головой самое главное берегите живут свои батареечки всем пока